Абсолютно все иркутяне смогут увидеть его уже завтра. В областном центре выбрали главного Деда Мороза, который откроет городскую елку. Наша съемочная группа одной из первых пообщалась со сказочным волшебником. Дед Мороз! Здравствуйте, здравствуйте, друзья! А вот и главный новогодний волшебник Иркутска. Именно он будет зажигать огни на городской елке в этом году. Дед Мороз – персонаж таинственный. Правда, нам все же удалось узнать несколько его секретов. Секрет первый. Иркутский Дед Мороз – самый красивый в стране. Это признало жюри на Всероссийском съезде сказочных героев в Ханты-Мансийске. Победу волшебник из столицы Восточной Сибири завоевал благодаря своему наряду. Его вместе с закройщиком, художником, мастером, декоратором он готовил полгода. От них страз ушло около трех сотен. Мех был заказан за границей, конечно, из Арабских Эмират. Ткань привезена из Италии специально. Такой цвет, который нужен глубокий, такой оспелый, вишний. И камни тоже помогли мои друзья, коллеги из Москвы. У главного городского волшебника вообще есть гардероб на все случаи жизни – 12 нарядов. Для поздравлений в детском саду, дома, на улице. Под каждый костюм у Деда Мороза есть свой волшебный посох. Вот этот вот самый новый. Выточенный с дерева сосны, кстати, довольно увесистый. Почти три килограмма. У Иркутского Деда Мороза есть своя школа юных волшебников. Детям кудесник показывает, как превращать снежки в сладости, за один миг раскрашивать картинки в книжках и замораживать веревочку. Всему этому он учился 10 лет. Именно такой стаж у главного Иркутского Мороза. Главный иркутский кудесник, заядлый коллекционер, собирает своих игрушечных коллег по цеху. Первый появился два года назад. Его сделали своими руками воспитанники детского дома. Сейчас у волшебника уже 12 морозов из разных российских городов и даже из-за границы. Вот эта вот парочка интересная, мне очень нравится. Она привезена из Швейцарии. Дарина здесь необычное, интересное решение. Дед Мороз с негурочкой на пружинке. Еще один Дед Мороз появился в коллекции совсем недавно, на Всероссийском съезде сказочных героев. К игрушке приложили письмо. Открыть его можно будет только в новогоднюю ночь. И что там написано, пока секрет даже для главного Иркутского Мороза. Алена Полоненко, Сергей Полянский. Новости по будням. Продолжение следует.